131-го закона, вот здесь в самом начале дано формулировка, ну, понять, что здесь я представляю. Есть такое понятие, как городское поселение, тут конкретно скажется, что это город или поселок, то есть в единственном числе. Но когда была нарезка в 2005 году, возьмем Северопосадский район, у нас только городское поселение, там 20, наверное, еще поселков и деревень. То есть изначально уже, как бы, вот на этом, как бы, ответьте, вот, поговорящий закон и реальность. Можете что-то ответить? Могу ответить, конечно, потому что, слава Богу. В этом, кстати, заложено следующее, потому что городской округ, как пишут, это городское поселение. То есть изначально в городском округе больше не может... Закон, данный закон, как и всякий другой закон, нами писанный и не нами писанный, всегда компромиссен. Поэтому, хотите вы этого или нет, но, скажем так, отдельной группе лиц, которые пороли за те или иные положения закона, удоялось отстоять свою статью закона и свое определение, которое они думали бы пронесчал через весь остальной текст. Но вы понимаете, что по ходу рассмотрения и принятия закона принимаются поправочки, и лица, которые хотят протащить свою поправочку, в это время готовят, извиняюсь, из-под тяжка, вот такие действия. Это вполне нормальная законодательная практика, и поэтому в одном месте там написано, что это один город или один поселок, а если вы почитаете дальше в законе, да, потом уже и написано, что это могут быть при определенных условиях, а еще и процедуры объединения. В общем, можно нарисовать столько процедур, через которые можно исказить все полностью, все, что есть в законе. Я вам больше скажу. За все годы, что существует 131 закон, сравняю его со 154. За 8 лет существования предыдущего 154 закона, правда, все органы власти, администрации президента, комитет Государственной Думы, профильные министерства приняли негласные решения, но вот такую дружескую договоренность, мораторий, но любые поправки, пока не будет наработана практика, никому не дадим провести ни одной поправочки. Поэтому он существовал почти в первозданном виде до своей кончины. Что касается 131 закона, я не взял с собой справку, которую я каждый год готовлю, и сегодня количество поправок превышает количество строк в законе. Метры там были изначально. Поэтому сегодня может быть все, что угодно. Поправки принимаются безсистемно, поэтому они могут оставить в одном месте одно положение, в другом месте внести нечто среднее, а в третьем вообще противоречащим всему этому. Это вот такая законодательная практика. Все мое объяснение в этом. Спасибо, Александр Канач.